Во время конференции Ubisoft по итогам прошедшего квартала генеральный директор компании Евгей Мо прокомментировал вопрос о появлении новых игроков на рынке VR и о том, есть ли у них новые планы по контентной поддержке VR-платформ. Глава Ubisoft заявил, что на данный момент компания не собирается вкладывать слишком много ресурсов в сегмент VR. Одной из причин стал не слишком удачный запуск Assassin's Creed Nexus VR, продажи которой хоть и были признаны хорошими, но все равно оказались ниже ожиданий. Отдельно глава Ubisoft похвалил Apple Vision Pro, назвав шлем смешанной реальности фантастическим оборудованием. Всем привет, это GSTV. Сегодня понедельник, 12 февраля 2024 года. У микрофона Евгений Кузнецов, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Трейлер Death Stranding 2 On The Beach, показанный на последний State of Play, был очень насыщенным, и спустя время после его премьеры геймеры продолжают искать какие-либо детали. И хотя создание трейлеров нарочито загадочных и вызывающих постоянный поток вопросов — это во многом почерк Хидео Кодзимы при продвижении своих игр, в недавнем эпизоде своего ютуб-шоу HideoTube, первым за последние семь лет, он сам поделился некоторыми новыми значительными подробностями об игре, комментируя вышеупомянутый трейлер. Одной из ключевых деталей, которую раскрыл Кодзима, стало то, что в Death Stranding 2 On The Beach будет реализована деформация местности в реальном времени. Игроки столкнутся с такими стихийными бедствиями, как землетрясения, лесные пожары, наводнения и многое другое, из-за чего местность будет динамично меняться в режиме реального времени, заставляя игроков менять свои планы и импровизировать на ходу. Мы, конечно, видели проблески того, как это будет реализовано в игре в недавнем трейлере, где было показано наводнение, разрушающее мост, не говоря уже о целом склоне горы, рухнувшем во время землетрясения. Стоит ли ожидать, что все стихийные бедствия в игре будут настолько серьезными и насколько разнообразными будут те, с которыми вам придется столкнуться, пока не ясно. В оригинальный Death Stranding анализ окружения и поиск оптимальных путей перемещения по нему и преодоление естественных препятствий был ключевым элементом геймплея, так что перспектива динамических природных катаклизмов в этом плане безусловно интригует. А показанный в трейлерах корабль Магеллан станет передвижной базой главных героев. Судно получит возможность свободно перемещаться по локациям, подключенным к хиральной сети, и уходить под землю. Fragile возглавляет организацию под названием Drawbridge, основанную для объединения поселений, находящихся за пределами Соединенных Городов Америки. Девушка стала настоящим лидером для своей команды и больше не тот хрупкий человек из прошлого. Умные перчатки на шее героини называются «вторая рука» и помогают своим владельцам в повседневных делах. По словам Кодзимы, необычный девайс станет важной частью Death Stranding 2. Говоря про разумную марионетку, которая действительно много кого удивила, она будет путешествовать с протагонистом, общаться и давать советы. Предыстория куклы станет известна по мере прохождения сюжета. Что касается загадочной героини, которую сыграла Эль Фанинг, та может быть как другом, так и врагом для главного героя. Кодзима подтвердил, что в начале большого геймплейного ролика именно эту девушку достали из кокона. Она же парила над операционным столом в конце видео. Вдобавок в Death Stranding появится множество транспортных средств, подчеркнул геймдизайнер. В первой части ездить можно было только на мотоциклах и двух видах грузовиков. Сегодня магазинов и сервисов, предлагающих услуги по покупке игры и подписок для PlayStation и Xbox, огромное множество. Но далеко не все из них могут предложить действительно выгодные, а главное, безопасные условия покупки. Одним из таких безопасных магазинов является Subgame, проект компании Excite, известный на рынке гейминга более десяти лет. Subgame один из первых появился на рынке цифровых товаров и почти за два года работы превратил свой сервис в один из лучших. Тут вы найдёте каталог абсолютно всех игр, как в официальных магазинах PlayStation и Xbox. Также есть коды погашения для Nintendo, сможете приобрести игровую валюту для всех популярных игр. У магазина безопасная оплата с предоставлением чеков. Это единственный магазин с пожизненной гарантией на все покупки. Также у магазина есть программа лояльности, позволяющая хорошо экономить и даже получать игры бесплатно. Кэшбэк в виде бонусных рублей за каждый выполненный заказ. Бонусные рубли за приведённых друзей по 500 рублей и вам, и другу плюс 2% со всех покупок другу пожизненно. Бонусами можно оплачивать хоть 100% стоимости товара. Такое мы не встречали ни в одном магазине. Ну а процесс покупки у Subgame заслуживает отдельной благодарности. Положил товар в корзину, ввёл личные данные для связи и получил свой заказ. Никаких затяжных переписок с продавцом. Subgame по-настоящему ценит ваше время. Все эти достоинства требовали больших вложений и оптимизаций, из-за чего цена на их услуги была выше, чем у продавцов, имеющих просто группу ВК или страничку на Авито. Сегодня Subgame является самым успешным проектом, который полностью компенсировал свои затраты и готов предложить за свои услуги минимальные цены с сохранением всех озвученных выше условий. Переходи на Subgame и убедись в этом сам. А если ты перейдёшь в магазин по нашей ссылке, то получишь 500 рублей за первый заказ на сайте, плюс сейчас на Subgame новогодние скидки практически на все товары. Subgame для тех, кто ценит сервис, безопасность и комфорт. God of War вышла в Steam в январе 2022 года. Как и в случае с другими играми Sony, её релиз состоялся уже после её первоначального запуска на PlayStation, что, вероятно, не позволило ей достичь более крутого онлайна. Несмотря на это, пиковое количество игроков превысило 73 тысячи человек и стало хитом среди тех, кто не смог приобрести игру на PlayStation. В отличие от этого, Helldivers 2 получила преимущество от одновременного запуска на PlayStation и ПК. И по одному из аспектов, популярный шутер обогнал все игры Sony, когда-либо выходившие в Steam. Твиттер-аккаунт SteamDB опубликовал изображение, на котором показаны самые популярные игры Sony в Steam. Helldivers 2 занимает первое место по количеству одновременных игроков — более 100 тысяч геймеров. На втором месте находится ранее упомянутая God of War, на третьем — Horizon Zero Dawn Complete Edition, а на четвёртом — The Last of Us Part 1. Популярность первой Helldivers и многообещающий геймплей Helldivers 2 привели к тому, что игра с большим отрывом опередила другие ожидаемые релизы в Steam. Однако после запуска Helldivers 2 пользователи столкнулись с досадными ошибками, включая проблемы с подбором игроков, входом в систему и сбоями. Недавно Arrowhead выпустила патч для Helldivers 2 на ПК, который улучшил работу с матчами для некоторых пользователей, но многие фанаты по-прежнему сообщают о проблемах. Arrowhead подтвердила, что пользователи PlayStation могут ожидать аналогичного патча в ближайшее время. Если говорить о других играх, изданных Sony, то God of War и The Last of Us Part 1 вышли в Steam спустя годы после их первоначального запуска на PlayStation, а Horizon Zero Dawn Complete Edition была выпущена через пару лет после запуска базовой версии. Хотя эти факторы, скорее всего, сыграли в пользу Helldivers 2, её достижения всё равно не могут не радовать. Недавняя утечка утверждала, что Sony раскрыла список следующих игр для PlayStation, которые будут портированы на ПК. В список вошли The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, Demon's Souls, Gran Turismo 7 и Ghost of Tsushima. Впечатляющий список, скорее всего, порадует поклонников ПК, но им, вероятно, стоит пока сдерживать свой пыл, поскольку список ещё не подтверждён. Dead Cells впервые вышла в 2018 году на ПК после участия в программе раннего доступа Steam. Пока разработчики из Motion Twin дорабатывали геймплей экшн-платформера. После полноценного релиза на ПК, а затем и на Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 и мобильных платформах, Dead Cells быстро возглавила списки лучших игр в жанре рогалика. Но всему приходит конец. Motion Twin сообщила, что грядущее 35-е обновление для игры на ПК и консолях станет последним. То же самое произойдёт и с мобильными изданиями Dead Cells. Хотя эти версии всё ещё ожидают обновление 34, выход которого запланирован на 2024 год. В своём заявлении Motion Twin поблагодарила миллионы любителей игры за их энтузиазм и поддержку, а также пообещала, что у фанатов будут способы насладиться Dead Cells и вне игры. В анонсе говорилось о готовящемся мультсериале по Dead Cells, создании настольной адаптации игры и многом другом. Evil Empire, со-разработчик Dead Cells 2019 года, также подтвердила заявление Motion Twin. Она опубликовала собственное заявление по этому поводу на своей официальной странице в Твиттере. Evil Empire поблагодарила сообщество Dead Cells за поддержку и отзывы, а также поблагодарила Motion Twin за доверие. Напомним, что Evil Empire была основана в 2019 году для разработки дополнений для Dead Cells, таких как Return to Castlevania DLC, после того как основная группа Motion Twin решила сосредоточиться на новых проектах. После прекращения пост-релизной поддержки Dead Cells Evil Empire будет работать над новыми, еще не анонсированными оригинальными играми. История Dead Cells и ее удивительного долголетия уникальна. Если успех инди-игры, созданной небольшой командой, не является чем-то необычным, то решение Motion Twin выделить совершенно новую студию, чтобы поддерживать Dead Cells, сосредоточившись при этом на новых проектах, является уникальным. Новые дополнения и обновления, особенно кроссоверы, такие как Dead Cells Return to Castlevania, также позволили игре оставаться в центре внимания общественности гораздо дольше и еще больше укрепили ее место в качестве классики жанра. В Steam проходит традиционный фестиваль «Играм быть», в рамках которого игрокам доступны сотни демоверсий будущих игр, и компания Valve опубликовала список самых популярных демоверсий текущего события. На первом месте обосновался ролевой боевик Dungeon Born, клон известной игры Dark and Darker. После того, как творения студии Iron Maze удалили из Steam по обвинению в нарушении авторских прав, на ее месте прочно обосновалась Dungeon Born. Она уже становилась лидером прошлого фестиваля демоверсий. Неожиданностью стало второе место боевика с автобоями Backpack Battles. Хорошо себя показала также китайская метроидвания Deviator, а вот стратегия Stormgate выходцев из Blizzard заняла лишь четвертое место. Продюсер ремейка Silent Hill 2 Матои Акамото в интервью сообщил, что игра находится на завершающей стадии разработки, но делиться подробностями пока рано. При этом он написал ремейк как оригинальную Silent Hill 2, но которую можно без проблем запустить в наши дни, причем с современными визуальными эффектами. Недавно ремейк Silent Hill 2 получил демонстрацию боевой системы в рамках трансляции State of Play. Однако не всем зрителям ролик пришелся по вкусу — авторов обвинили в экономии, а результаты их трудов посчитали заметно худшими, чем в ремейках Resident Evil. Но авторитетный инсайдер убеждал, что нам показали старую версию игры. Остается лишь надеяться, что это правда. Satan Infinity является ведущим партнером по совместной разработке недавно анонсированной научно-фантастической приключенческой ролевой игры Exodus от Archetype Entertainment. Satan Infinity работает с Archetype Entertainment с 2022 года, сотрудничая с исполнительным креативным директором и соучредителем Archetype Джеймсом Олленом, ранее ведущим дизайнером Baldur Gate 1 и Baldur Gate 2, а также Star Wars Knights of the Old Republic, и вместе с вице-президентом студии, исполнительным продюсером и сооснователем Чадом Робертсоном. В портфолио у студии Satan Infinity не так много собственных проектов. Они сделали себе имя в индустрии как создатели отличных карт для мультиплеерных шутеров и мастера экшен-игр. Эта команда трудилась над Call of Duty World at War, Black Ops, Ghosts и ремастерами компаний двух Modern Warfare. Маловероятно, что участие в Satan Infinity означает появление мультиплеера в Exodus. Ранее авторы не заявляли подобных функций. Игра скорее представлена как экшен-РПГ с возможностью брать в отряд компаньонов. Baldur's Gate 3, возможно, и получила награду «Игра года» на прошедшие The Game Awards 2023. Но это не значит, что Larian Studios закончили дорабатывать свою отмеченную наградами ролевую игру. Будучи перфекционистами, разработчики из Larian недавно объявили, что грядущий патч улучшит одну из многочисленных романтических особенностей игры — поцелуи. Larian с самого начала серьёзно относилась к амурным моментам игры. В патче 5 было исправлено улучшение контакта губ при поцелуе с Минтарой в Эншпиле для крупных мужчин-людей и женщин-драконорождённых. Так что же ждёт игроков после выхода нового патча? К сожалению, сказать сложно — в твите, анонсирующем патч, упоминалось только улучшение поцелуев. Но трудно представить, что это может означать, учитывая тот факт, что Larian далеко не в первый раз подвергает вышеупомянутые поцелуи микроскопу. За последние несколько месяцев студия устранила проблемы, из-за которых игроки с невысокими персонажами не могли поцеловать своих внутриигровых возлюбленных. А недавно разработчики исправили специфический для Астериона баг, из-за которого вампирский отпрыск хватал персонажа игрока за бёдра и начинал страстно чмокать в воздухе прямо над его головой. Проблема впервые возникла после того, как Астерион и другие компаньоны получили новые уникальные анимации поцелуев, так что трудно представить, какие ещё улучшения, связанные с поцелуями, Larian приготовила для игроков. Сам патч Larian назвала масштабным, и в него также войдут новые анимации бездействия для компаньонов в лагере, новые легендарные действия для тех, кто отважится пройти сложный режим Honor Mode и множество исправлений ошибок. Последние обновления ещё не опубликованы, но, по словам студии, патч 6 выйдет где-то на этой неделе, как раз ко дню Святого Валентина. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. Играйте в хорошие игры, и до новых встреч на GSTV! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова